Дорогие друзья, рады приветствовать вас в нашей программе, которая называется «Литературная гостиная». Мы рады всем нашим зрителям и всем читателям журнала «Симбирск». Сегодня у нас в гостях юный автор Марина Волкова, литературный псевдоним Марианесса Волкова. Марина не только начинающий стихотворец, но и юный краевед, который отмечен уже вниманием старших опытных товарищей краеведов на краеведческих конференциях. Марина занимается историей своего рода, в котором много славных имен. Марина Волкова стала лауреатом конкурса «Пиши не в стол». Итоги этого конкурса мы опубликовали в первом номере журнала «Симбирск» за 2022 год. Среди победителей Владислав Тихонов, студент Ульяновского колледжа культуры и искусства. Евгения Казакова, студентка УЛГПУ. Регина Алиулова, учащаяся Ульяновского техникума питания и торговли. Диана Алмакаева, студентка УЛГПУ. Марина Марианесса Волкова, гость сегодняшней нашей программы, студентка Ульяновского педагогического колледжа. Полина Полуэктова, студентка УЛГПУ. Виктория Шейко, студентка УЛГПУ. Светлана Лапшова, из Инзинского техникума отраслевых технологий. Влада Пелевина, студентка УЛГУ. Я назвала лауреатов конкурса «Пиши не в стол». И часть произведений участников конкурса опубликованы в первом номере журнала «Симбирск» за 2022 год. А сейчас предоставляем слово Марианессе Волковой. Она расскажет о себе, прочтет свои стихи и расскажет о крыльеведческих поисках. Итак, ей слово. Добрый день, дорогие друзья! Я Марианесса Волкова, член Совета молодых литераторов. Литература – это не единственное мое увлечение. В прошлом году я закончила музыкальную школу, а в этом году поступила на художественное отделение. С третьего класса я путешествую по городам России с хоровым коллективом. Первая моя поездка была в Санкт-Петербург, затем в Самару, Москву, Казань и другие города. Благодаря музыкальной школе я нашла много верных друзей. Но бывают и такие ситуации, когда близкий тебе человек отворачивается. Об этом я и прочитаю вам свое стихотворение. Обидно, когда предают друзья, и ты не знаешь причину разлада. Обидно, когда наврут про тебя. Поймите, так делать не надо. Друзья – это те, кто поддержит тебя, разделит с тобой у тревоги. Друзья – это те, кто исправит любя. Одни на двоих у вас ведь дороги. Зачем же открыто смеяться в лицо? Вы думаете, я не обижусь? Зачем в нашем мире стойко лжецов? Не бойтесь, я вновь не приближусь. Мое творчество в основном адресовано или посвящено кому-то. Следующее стихотворение, которое я прочту, будет об обществе, в которое я, к счастью, никогда не вернусь. Промозгло, серо, вечереет. Стою у мокрого окна. Мое сознание не верит, что не вернусь опять туда, не буду плакать и смеяться сред тех, кто болью не служил, кто смел над ною издеваться, кто мной, увы, не дорожил. Забуду их пустые речи и те улыбки до ушей, что так фальшивы. Время лечит. Смотрите трезво на людей. Одни плюют, прицелившись в душу, другие смотрят в стороне. И на глазах друзья задушат того, кто счастьем был тебе. Но ты не сломлен. Ты стоишь, разгинув руки, пытаясь ветер ухватить. На сердце снова блуют волки. И остаются лишь события. В совет молодых литераторов я вступила в январе 2022 года. Тогда я даже не могла представить, что мое творчество будет интересно людям. На студенческом конкурсе «Пиши не в стол» я получила лауреата второй степени за прозу. И в февральском номере журнала «Симбирск» была опубликована в статье по результатам студенческого конкурса. Пришла весна, пришло и солнце. Ушли сугробы, холода. Пойди, открой свое оконце, оконце света и добра. Там птицы, песни, нет морозов. Во двор явилась детвора. От снега лишь остался отзвук. Пришла весенняя пора. Ты выйди, вспомни детство, юность, пору отчаянной любви, как мы с тобой творили глупость в тот вечер вместе у реки. Пришла весна, придет и осень. Пора тоскливых хмурых дней. Вновь-вновь вернется детство, юность, и я коснусь твоих очей. Когда польются снова реки, вернутся птицы к нам в леса, с тобой услышим снова трели, природы звонкой, голоса. С 2017 года я занимаюсь изучением своей родословной. Самый старший представитель в моем древе – Пахвалинский Федор. Он мне приходится в семь раз прадедом. В общей сложности в моем генеалогическом древе 812 человек. На этом я останавливаться не собираюсь. Мои краеведческие работы опубликованы в трех сборниках малых слизистских чтений. Первый я получила в 2018 году, потом следующий – в 2019. И по результатам 9-х малых слизистских чтений выпустили еще один сборник, где опубликована моя исследовательская работа про рождественского Евгения Владимировича, моего прадеда. Семейная легенда гласит, что род рождественских начался с отсеросевшего татарчонка, которого во время войны с татарами в 18 веке нашел священный служитель. Он окрестил мальчика, дал фамилию Рождественский, и его приемный сын продолжил дело своего отца, а затем передал следующим поколениям. Пожалуй, начну свой рассказ о рождественских с моего прапрадеда, рождественского Владимира Александровича. Он был... служил им в церкви села Осиновки Созранского уезда. Затем получил сам протеерея и был переведен в церковь своего отца рождественского Александра Николаевича. Александр Николаевич имел множество наград и грамот. Например, серебряную медаль в память царствования Александра Третьего и ордена Святой Анны Третьей степени. Также в 1860 году он построил церковь Покрова Престой Богородицы на свои сбережения и средства прихожан. Александр хорошо знал грамоту и Илья Николаевич Ульянов назначил его первым симбирским учителем в годы организации школ для иноземцев. Его женой и матерью Владимира была немецкая дворянка Анастасия Михайловна Мейснер. Она приехала в Россию как учитель немецкого языка и преподавала в женской семинарии. В женской семинарии училась и сестра Владимира. Она и познакомила брата с однофамилицей Натальей Сергеевной Рождественской. Наталья Сергеевна тоже происходила из рода священнослужителей. Дед ее Захарий Петрович был протеерем Святого Изнесенского собора. Являлся членом Симбирской духовной консистории. А в связи с награждением его 30 марта 1874 года орден Святого Владимира Четвертой степени был причислен к дворянству Симбирской губернии, что в последующем пришло и внучкам. Его сын Сергей вместе со своим сыном Андреем были расстреляны за веру, за что в последующем причислено к новомученикам города Симбирска. В моей генеалогии очень много творческих, замечательных и известных людей. Например, Дмитрий Иванович Архангельский. Он был симбирским художником, а также учителем Аркадия Пластова. Моя пять раз прабабушка Александра Семеновна Приболовская тоже сумела войти в историю. Она имела во владении пять домов на лице города Симбирска. И один из них вместе с флигелем она сдавала семье Ильи Николаевича Ульянова. Во флигеле ее дома как раз родился Владимир Ильич Ленин. После революции прерывались рода, фамилии, терялись семейные связи. Но то немногое, что мне удалось собрать и сохранить, очень ценно для моей семьи. Я занимаюсь изучением не только линии рождественских а также Фединах, Волковых, Ломовцевых. И следующее мое стихотворение посвящено родовому гнезду, дому, который построил мой прапрадед. Вот они тропинки, что уходят вдали, вот все ручейки, что весной журчали, вон под той березой я с отцом сидел, только дом родимый тихо опустел, потускнели окна, сад за рост травой, больше нету трыма из трубы печной, больше не смеется летом детвора, и зимой под снегом не найдешь следа, больше не сыграет на гармонии дед, стены сохранили дух прошедших лет. В 2020 году за свои исследовательские работы я стала призером Международной научно-практической конференции истории моей семьи страницы тысячелетней истории Отечества. По итогам этого конкурса я стала одаренным ребенком России. В 2021 году я стала победителем всероссийского конкурса исторических работ «Человек в истории России», 20 век, а также лауреатом во всероссийском конкурсе «История семьи», «История Отечества». Также, благодаря своим заслугам, я смогла попасть в детский лагерь «Орленок». Это стало огромной, яркой страницей в моей жизни. Навсегда останется в моей памяти, в моей памяти навсегда останутся те дни и люди, которые окружали меня 21 день в течение смены. «Орленку» я посвятила свое следующее стихотворение. Мерно шумят колеса по рельсам, мы уезжаем, быть может, навечно, уносит нас поезд в родные края, приехав домой, я буду не я. На память остался лишь камушек с солью. Его мы с отрядом достали из моря. Простившись с друзьями в Орлядском кругу, мы все обещали, на нашем лугу мы встретимся снова. Простившись, махнули рукой. Все знали, не будет смены больше такой. Закончился август, закончилось лето, душа моей песни Орлядской согрета. Кончаю письмо, жду ответ. Прошу, подарите обратный билет. Творчество – это в первую очередь мечты, фантазии, которые художники, писатели, поэты воплощают на бумаге, а потом передают и зрителям, слушателям. Я бы хотела прочитать рождественский рассказ, который основан на реальных событиях. В нем я пишу про своего прадеда, который на Рождество шел к своему другу. В один святочный вечер маленький Леша наряжал с дедушкой рождественскую елку. В коробке с елочными украшениями были гирлянды, стеклянные фигурки животных, снеговиков. Все это блестело и переливалось, и радовало глаз яркими, сочными цветами. Когда зеленая красавица была почти наряжена, с самого дна коробки Леша достался слегка потускневший, кое-где поцарапанный красный шар на простой ниточке. Он был совершенно некрасивый, без картинок и других декоров, как на всех современных шарах. Мальчик хотел его положить обратно, но дедушка движением руки остановил внука. Он очень бережно взял елочную игрушку, аккуратно протер тряпочкой, посмотрел на свое отражение в шаре и грустно чему-то улыбнулся, как всегда, когда вспоминал что-то из своего детства. Дедушка, но так же совсем некрасиво, сказал Леша, когда дедушка повесил шар на верхнюю ветку елки. Действительно, шар на елке смотрелся совсем скучным, красным пятном, по сравнению с другими сюжетными игрушками. Давай уберем его обратно в коробку, сказал Леша и уже потянулся к ветке. Подожди, остановил его дедушка, давай я расскажу тебе одну историю, а потом, если захочешь, мы вместе уберем это шар на место. Мальчик, не раздумывая, согласился. Он всегда любил рассказы дедушки и всегда слушал их затоих до дыхания. Они казались ему гораздо интереснее мультиков. Ну, конечно, ведь главный герой в них его собственный дедушка. Он то отважно сражается с Кащеем Бессмертных, то отрубает голову Змею Горынычу в своих рассказах, то вообще в одиночку ночью идет на старую водяную мельницу, где, как говорил дедушка, кишмя-кишит крыс. Порой, после таких сказок приходилось спать со светом, но все равно раз за разом внук приходил и слушал новую историю или про сказочных героев, или просто про дедушкино детство. Вот и сейчас он миг затих, сел к дедушке на коленке и приготовился слушать. Что ж, улыбнулся дедушка, слушай, внучок, внимательно, может быть, потом и своим детям расскажешь. Значит так, было у меня тогда лет 14, на зимних каникулах в канун Рождества у друга был день рождения, и он попросил меня прийти к нему в гости. Звали друга Иван, учились мы с ним в одной школе. Жил мы в поселке Веселый, в 16 километрах от нашей Бикетовки. Было там домов 30. В школу друга отец возил на лошади. Поселок-то был в лесу, далеко пешком ходить. Родители не отпускали меня, но у меня с детства был упорный характер. Уж если что решил, то меня никому не переубедить. Пойду, и все тут. Мать это знала, потому и согласилась, хоть и с трудом. Понимала, что не отпустит, так саму бегу. С собой я взял гармошку и рюкзак, в который были лишь газета и спички. Мать мне их дала, мог пригодиться тебе в дороге. Вышел я примерно в обед, часов 12. Зимний день короткий, рано темнеет, начинает. Зашел я в лес, а там темень и погода как назло испортилась. Пошел сильный снег, ветер подул, вокруг завыли волки. Лесными дорогами ходили, идти надо было часов пять, а зимой и того больше. Где полянка, там снега поменьше, а в лесу бывало снега и по пояс навалит. Прошел я достаточно много, и уж поселок кажется близко. Думаю, доберусь без приключений, но судьба распорядилась иначе. Моим ориентиром был овраг, вдоль него шла дорога. Тут смотрю, а в темноте глаза светятся. Я в сторону, а не за мной. И тут я понял. Волк. Тогда поджег газету, тогда поджег газету, и как стал ее размахивать, волк-то немного и поудри отошел. Но газета быстро закончилась. Я не растерялся, и начал играть на гармошке задорной мелодии и петь во все горло песни, которые только мог вспомнить. Волк поначалу остановился, но не ушел. А я пальцы от холода уже не чувствую. Так замерз, а все играю. Тут серый стал поодаль и отходить. Дедушка, а тебе совсем, совсем не страшно было? Так страшно было, Леша, что, казалось, сердце вот-вот из груди выпрыгнет. Но сам я себя успокаивал. Думаю, физически я крепкий, одного волка смогу вздушить. Вот так я и поднялся на гору, за которой была деревня. Волк долго от меня еще не отставал. Шел за мной почти до самого поселка, до всего оглядывался. Я начал спускаться, а когда увидела коньки деревни, у меня дрожь по телу пошла. Представь, деревня почти в лесу, со всех сторон он ее окружал и испуг меня взял и усталость. Вот ноги-то и подкосились. Когда шел до деревни, до первого дома, увидел огонь в окне, упал и потерял память. По селу тогда люди ходили и подобрали меня. На санках довезли до дома банки Панкратова. Как-то догадались, что я к нему ушел. Он уже меня и не ждал. У Ивана я прожил все каникулы. Помню, накормили меня картошкой с бараниной. Эх, и вкусно было. А потом на печку уложили. Отогревайся, мол. Захворал я тогда сильно. Горячка, ангина. Домой меня не пустили. А родителям весточку со смесельчанами послали, что, мол, жив и скоро вернется. А что ты своему другу подарил? Новую машинку? Ох, Леша! Рассмеялся дедушка. Тогда подарки были совсем другие. Не как сейчас. Я взял с полки свою самую любимую книгу. Тогда это был самый ценный и желанный подарок. Мальчик сильно удивился, но ничего не сказал. И продолжил внимательно слушать историю, обхватив дедушку за шею. А он мне в честь Рождества Христова подарил свой любимый елочный шар, сказал дедушка. Тот самый, что я нашел сегодня в коробке? Да, тот самый. Так что, будем снимать его с елки? Нет, что ты, дедушка, тебе ведь его подарил твой самый лучший друг. А то, что он старый, это ничего, так даже интереснее. Вот видишь, Леша, не стоит судить о чем-то, прежде, не узнав его историю. Дорогие друзья, мы благодарим Марину, Марионессу, Волкову за участие в нашей программе. Хочу еще раз сказать, что Марина Волкова стала лауреатом конкурса «Волжский благовест». Итоги конкурса «Волжский благовест» опубликованы во втором номере журнала «Симбирск» за 2022 год. И стихотворение Марионессы Волковой опубликовано на цветной странице журнала «Светлый Пасхи, день весенний». Строчка юного автора дала название страницы, разделу и пожелание любви и счастья, спасения, добра. Хочется передать всем нашим зрителям. Итак, дорогие друзья, мы благодарим вас за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...